всем привет дорогие друзья большой большой привет из стамбула продолжаются наши приключения здесь сегодня у мусульман праздник у раза байрам поэтому всех поздравляю с праздником 21 апреля видео конечно выходит позже но уже в связи с этим пробочки у нас сегодня должны открыть голубую мечеть в четыре дня мы с вами как всегда находимся в центре смотрю люди уже не спят но у нас программа на сегодня насыщенная поедем съездим супер красивый парк но во всем по порядку сперва на завтрак ну что вот такой вот завтрак принципе у нас не меняется у всех одинаковый ну как то так так ну что вышли наконец на улицу на улице у нас отличная погода сегодня тепло солнышко светит дождя нет это уже класс сейчас девчонками хотели забраться на крышу здесь есть отельчик хотели поделать рядом с нами этот отель находится сейчас скажу как называется и попробуем сейчас на крышу попадем мы или нет вот вот крыша здесь здесь хотим какие-нибудь видовые фотографии сделать отель называется рс рс ин что ли султан ахмед в общем смотрите тут мраморные ступени пойдем попробуем ну они даже не смотрят здесь вот такой вот отельчик нам нужно на террасу здесь сразу же кнопочка терраса ресторан у нас никто ничего не спросил нам его по здоровому час не едем о чем и спазит ты нажала или не чем из закрылись вот вот такая крыша здесь зеленая в этом отельчике присмотрели мы ее когда сидели на другой крыше здесь вообще везде крыша уникальные голубая мечеть сегодня открытие смотрите этот вид просто необыкновенный но наша крыша тоже не уступает нас тоже очень красиво ведь здесь просто чуть чуть повыше дом чем наш а так у нас вид абсолютно такой же просто здесь обзор выше мы сейчас и нашу крышу наверное отсюда увидим просто здесь такое все зеленое можно сделать красивые фоточки он там смотрю крышу все специалист по крышам буду обращайтесь как только вам нужно будет красивая крыша я вам скажу есть крыша там 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 и делайте красивые фотосессии а то там кто-то 100 долларов сказал за крышу какую-то там с красивым видом хао 100 долларов совсем с ума сошли что о смотрите весь стамбул у наших ног мне кажется даже здесь вид лучше чем вот с этого отеля куда нас не пустили на крыше а сюда у нас даже ничего не спросили эксклюзивно добраться в парк эмирган если вы поедете от султан ахмеда у нас площадь султан ахмед центральная трамвай т-1 крайняя остановка каботаж но каботаж вам не нужен когда будем выходить я вам покажу как называется остановка там нужно будет пересесть на другой транспорт почему рассказы потому что очень многие останавливаются в центре знают маршрут трамвай он здесь ходит один центральный поэтому запоминайте сегодня великий праздник конечно так сколько у нас там денежки 166 лир девочки запоминаем по одной карточке мы проходим всегда все то есть достаточно одной на всех там просто количество поездок денег пополнить карточку легко у нас вчера проблема была с тем что нам шериф отдавал свою карту и там есть срок годности то есть через три месяца она заканчивается и она нас просто закончилась а мы вчера не могли понять почему мы не можем положить деньги но потом разобрались купили другую новая карта стоит 50 лир и плюс или еще на нее нужно положить денежки выглядит вот так первый раз мы купили не ту хотя тоже заплатили 50 лир почему нам выдали не ту карту в аппарате мы не поняли нужна вот такая стамбука самая последняя когда к аппарату подходишь раз-два на третью где 50 3 записано то нажимайте остановка для пересадки нужна вот это вот финди и клей перед каботажем перед конечной там нужно поменять транспорт сейчас у нас 11 мы выехали посмотрим во сколько мы сегодня вернемся домой вот остановка фин-ди клей предпоследнее перед каботажем выходим здесь и меняем транспорт вот здесь прям напротив трамвайных потерь что это не наш 26 стоит остановочка нам нужен 22 автобус дорога вот этот 22 автобус это все очень-очень живописные места мы едем постоянно босфора открываются необыкновенные виды в общем даже если просто прогуляться продать несмотря на то что народу много народу очень много автобус переполнен остановки вы если не на конечной то есть я идти вряд ли но если вдруг получится занять местечко то будете любоваться вот но такую красоту парке необыкновенную фонтан у нас веселый русский автобус так ну что у нас был очень веселый русский автобус за интересные беседы и время прошло очень быстро но ехать все-таки где-то минут сорок туда значит вышли мои конечная мимо не проедете выходят все кто кто ехал в автобусе все конечно у нас как всегда ветерок потому что мы находимся с вами вдоль воды очень живописный маршрут вообще просто не оторваться вот все время едете вдоль моря и наблюдаете вот такие вот разные красивые виды обалденные просто ну и все пойдемте с вами в парк эмирган сусу надо же какой популярный парк 2 автобуса пришли слышите сейчас сидят ведь вам слышу что мы разговариваем про парк вам туда мы говорим а хорошо вы тоже туда мы ехали не туда но в автобусе дать было столько людей которые ехали туда что мы решили поехать тоже поэтому популярное место эмирган вот интересно что начать слова карусу или как-то по-другому она может быть считается сейчас палку почему сейчас все едут именно в этот парк почему здесь так много людей во первых конечно не праздник ясное дело а во вторых это главная фестивальная площадка фестиваль тюльпанов и поэтому здесь их самое большое количество поэтому сюда и едут до конца апреля все это дело будет но вы уже видите что многие тюльпаны отцветают к сожалению вот так вот смотрите издалека все смотрю снимают поголовно какие-то коротенькие такие себе зарисовки белые белые красные кам какие больше нравятся розовые желтые меня конечно пленят красные красные и белые вот она смотрите черные тюльпаны черный бордовые бордовые но они смотрятся как черные ну да бордовые здесь вот это вот дорожка по подъему она вся 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 топает в тюльпанчик эти все просто вот в восторге идут восхищаются что еще человеку надо вот посмотреть на такую удивительную красоту потрясающую получить массу положительных эмоций есть целая очередь скопилась для того чтобы сфотографироваться в такой симпатичной карете эти уже желтенькие отцвели и розовые тоже отцвели и везде охрана следит за порядком а вы видите горочку то все таки я выбрала не крутую налево пошла также вам место для того чтобы насладиться столики с лавочками посидеть осознать всю эту красоту чем выше вы поднимаетесь тем симпатичнее открывается вид мы будем смотреть с разных с вами сторон сейчас я хочу вот сюда вот сесть покажет подъем же уже один осуществила можно присесть до чем выше будет интереснее потому что вот сейчас пока что еще не видно море ну то есть чуть-чуть видно там у вас просвет и даже мост вам чуть-чуть видно но я думаю чем выше мы поднимемся тем лучше все это будет видно здесь смотрю подкармливают чаек но чайки здесь не голодные на удивление им кинули кусочек хлеба они брезгут скажешь нифига все хлеб а помните у нас тоже когда мы в гостинице жили приходили какие-то к нам в гости о этот что-то наругался красиво взлетаю да и так нравится когда они в полете зависают опа все и был таков так но у нас с вами очередной подъем со стволом слушайте я же говорю чем выше тем лучше будет видно море море или пролив я не знаю я их не могу разграничить как их люди отличают где босфор где море чем не они едины у турков них родиться вот эти вот пикники все проводить поэтому у них часто вот в парках можно увидеть столики с лавочками чтоб цивильно было все чтоб не в кустиках все это было сделано здесь вот она такая же дорожка вся улита тюльпанами смотрите какая прелесть очередная локация для фотографий мостики почему-то мостики всегда очень красиво на фотографиях смотрится но самое главное что там под мостиком мы сейчас увидим с вами полную картину когда поднимемся шедевр ковер ковер из тюльпанов возможно даже какая-то художественная композиция прелесть это вниз такая картина уходит и точно такая же наверх знаете утонуть и не встать где любовь где любовь живет там всегда цветы там душа поет там со мною ты жизнь вверх за витком виток по спиралеле ползет ты ты как воздуха глоток что дышать и жить дает 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 здесь такая змейко прямо из тюльпанов вдоль дорожек идет Вот, слушайте, я не представляю, какой это труд колоссальный для того, чтобы все это посадить и поддерживать вот в том виде, в котором оно есть. Казалось бы, да, но недолго терпанутся тут. Зачем? Ну, какое удовольствие они дарят людям. Сейчас должен открыться потрясающий вид оттуда на море. Я, знаете, подглядываю за позами, вот девушка, видите, как стоит? И такая поза, и такая, и такая, чтобы боком надо стать. То есть уже профессиональная модель. Посмотрите отсюда. Даже не знаешь, с какой стороны, посмотрите. Там внизу мои любимые птички плавают. Мы обязательно к ним потом спустимся. Сейчас вот сюда поднимемся еще чуть-чуть. Повыше сегодня будем смотреть. Мне говорят, зачем ты шаги показываешь? Для того, чтобы люди ориентировались и понимали, рассчитывали свои силы, кто сюда поедет. Какие здесь длительные пешие прогулки. Сюда еще более красивый вид. И такие, смотрите, смотровые площадки. Лавочки, причем лавочки из какого материала сделаны? Не из дерева. Еще одна площадка выше. Сейчас мы с вами туда. А, приятно. Сбоку камень, а посередине дерево, чтобы не холодно было сидеть. Тогда еще поднимаемся выше. Вот отсюда берет начало этот водопадик. Ох ты! Здесь вообще большой какой-то фонтан. Целая площадь. Нет, великолепно. Вот то, о чем я вам говорила. Видите, выше. Еще красивее вид. И тоже все очень-очень чистенько. Очень аккуратно. И я, знаете, не понимаю вот этих комментариев, когда мне пишут, а у нас-то парки лучше. Почему вы у нас не наслаждаетесь? А наслаждаетесь где-то там, за границей. И я все время поражаюсь таким людям. А вы наслаждаетесь все. Только вот у себя дома у вас других наслаждений быть не может. Я всегда наслаждаюсь красотой. Вот любой красивой картинкой, где бы она ни была. Были мы в Крыму. В Крыму бесподобно красиво. Были мы в Грузии. Еще более красиво. Были мы в Черногории. В Черногории восхищались. Когда мы у нас в России находимся, парк, допустим, Царицыно, красоты неописуемой. В любом месте всегда можно найти какие-то красивые места. Ну и самое главное, конечно же, красота в глазах смотрящего. В любом моменте всегда можно увидеть какую-то белую, черную сторону. О, вот он включился. Я думала, он с ней не работает. Неуместных праздник. Они давно его ждали. С какого ракурса? С какого яруса вам вид понравился больше? Ну, красиво вот с того все-таки яруса, когда видно и вот эти вот предыдущие все ярусы. Да, вообще, отовсюду красиво. Это вот, мне кажется, тоже по такому же принципу построен парк Айвазовского в Крыму. Вот парк Айвазовского в Крыму еще у меня не переплюнул ни один парк. Это, по-моему, вот на мой взгляд, из тех парков, которые я видела, самый красивый. Но это не значит, что вот этот, допустим, парк хуже, да. Это значит, что просто вот по моему восприятию мне показалось, что там поинтереснее. Ух ты, какая там баржа какая-то плывет. Вот, очень большая. И, знаете, еще вот этот момент новизны, когда ты что-то видишь впервые, да. Вот, когда ты впервые увидел все это, ты идешь прям восхищаешься буквально каждым кусточком. Тебе хочется остановиться возле всего и вот прям запечатлеть всю эту красоту. Но если ты сюда попадешь второй раз, впечатления будут тоже радостные. Но немножко уже не те, потому что ты уже это видел. И у нас притупляется острота вот эта вот. Ой, а там-то какие картины слева. Еще более красивые. Кстати, что я заметила, что я не вижу, чтобы в этом парке что-то продавали. Может быть, пока что еще мне не попалось. Здесь вот, допустим, стоит какой-то павильончик, но он закрыт. Напитки. Вот это у нас, если идешь по ВДНХ, там кафешка на кафешке. Напитки и все остальное здесь пока что я не вижу. Дежурят. Скорая помощь. Ой, боже, какая же сосна. Такой запах обалденный. Аромат. Аромат сосной. Ствол какой. Видно, что дерево очень древнее. Девчонки уже давным-давно у меня потерялись. Где-то там внизу за каждым косточком им, наверное, сегодняшнего дня не хватит. Для того, чтобы осмотреть все красоты и перефотографироваться за каждым кустиком. А самое главное, не хватит памяти в телефоне. Потому что фотографий у нас уже очень-очень много. Так, как же мне здесь спрыгнуть. Вот, посмотрите, какая прелесть. Вон там розовый. Вон там розовый. Красивый цвет. Сейчас спустимся, поднимемся, спустимся. В ту сторону, кстати, тоже открывается очень красивый вид на город. Жалко, вот эти отцевели. Я думаю, что когда здесь были такие полные шапки, это прям был вообще восторг-восторг. Мне очень нравится, как они разбавлены вот этими фиолетовыми цветами. Ой, а вот эти какие нежные. Какие нежные. Посмотрите, какой цвет. Нет, это такой, знаете, вот розово-сиреневый. Боже мой. Здесь нужно обязательно сделать фотографию на памяти. А это интересно, что такое. Какая-то скульптура из вазочек. Может быть, что-то это другое, я не знаю. Напишите. По мне так какие-то вазочки. Нет предела совершенства. Знаете, вот люди идут все, разинул в рты. Там один кустик, второй кустик, третий кустик. Казалось бы, уже прям, ну вот все увидел. Все посмотрел. Выше поднимаешься, боже, еще красивее. Как такое возможно? Здесь, блин, вот эти вот очень мне нравятся кусты тоже. Розовые. Да. Вот этот парк первый был, который я хотела поехать. Я его нашла, вот этот Амерган, по отзывам. И девчонкам предлагала. Но мы спросили у наших ребят на ресепшене. Они говорят, он очень далеко находится. Поэтому мы сперва объехали все, что рядом с нами. А потом мы же доехали и сюда. А отсюда, посмотрите, какой вид открывается. Сейчас пойдем с вами к моим любимым уточкам. Обожаю меня уточек. Обожаю птичек. Боже мой, как хорошо, когда солнышко выглядит. Тепло. Вы знаете, я ехала, я как-то здесь не усыпаюсь. Мы вчера очень поздно легли спать. Встали очень рано. И я не знаю, я сплю по 6 часов. Я ехала сюда, думала в автобусе поспать. Не тут-то было. Проговорили всю дорогу. И пришла сюда, все как рукой снимала. Это вот природа, это самый лучший лекарь. Так, мы с Оксаной потерялись. Они говорят, они где-то сидят возле прудика. Где-то я прудик видела здесь. Здесь вообще машины не ездят. Но периодически, видимо, какие-то, наверное, службы их местные проезжают. Здесь, вон, смотрите, туфельки. Не знаю, мне вот стоит туда карабкаться или нет? Сеится, наверное. По-моему, пруд где-то там. Такой домик резной. Я смотрю, как-то все... Ну, туда что-то как-то все... А, ну, может быть, это через металлоискатели. Знаете, они сейчас, чтобы терактов не было, все-таки большое скопление людей. И у них много где. Вот на площадь Султана Ахмед, чтобы зайти... Видите, вон там ограничения стоят. То есть просто так не зайдешь. И там как-то вот они заходили все. Не просто так. Так, сейчас давайте посмотрим менюшечку, что сколько стоит. Здесь вот прям такое видовое место. Отсюда открывается прям, ну, мне кажется, самый красивый вид с этого парка. Что такое? Как они находят здесь место? Здесь в очереди надо стоять. Вот такие цены. Так, что-то я, честно, не очень хорошо понимаю. А, эспрессо 30 лир. То есть 150 рублей. Вот остальные блюда не очень хорошо понимают, что это значит. Ну, в общем, по кофе можно сориентироваться. Что, в принципе, цены не очень высокие. Не знаю, как они тут по меню работают или нет. Но домик такой резной красивый. А вот это, наверное, может, ждут люди, когда места освободятся, чтобы посидеть с видом. С видом на море, с видом на пруд, с видом на тюльпаны. И все сюда идут в надежде найти место. Ну, у нас-то в отеле Стамбул, Холидей, очень хорошие завтраки. И нам их хватает до вечера. Ну, я смеюсь. Завтраки у нас там однообразные. Но их реально хватает. Ну, что вот дома едим мы? Все, в принципе, то же самое. И у нас всегда яичница, сосиски, кекс. Мы всегда съедаем. Ну, там, девчонки, оливки, помидоры, огурцы. Собственно говоря, что еще надо? Нам хватает. Так, а лебеди здесь есть? Меня интересует этот вопрос. Оксана сказала, они где-то сидят здесь на лавочке. Я от девчонок отсоединяюсь, потому что от них реально я не могу, понимаете? Они вот, если, допустим, сели на этого лося, они 10 фотографий с этим лосем сделают. Сели вот здесь под куст, 10 фотографий с этим кустом. Я не могу, мне нужно движение какое-то. То есть, ну, сделала я пару фото и пошла дальше. Зачем мне как-то в криф, в криф, в криф. В общем, мне не из тех людей, которые будут долго мучиться с фотографиями. Как получилось, так получилось. Вот они. Гуси. Здесь гуси, а вот гуси-чайки. Такой грот сделан. Из Кустина, наверное, да, вот это все создано. Или нет? А, наверное, а может быть и нет. Такой островок. Так, вот я вам сейчас камеру кручу. Вопрос на засыпку найти. Оксана с Леной на лавочке возле прудика. Пока что что-то как-то я их взглядом не нахожу. Ну, вот уткам, вернее, гусям здесь раздолье. Пруд чистый. Видно, что чистый пруд. Сто процентов их здесь кормят. Мне очень не понравился пруд. Зоопарк. Частный зоопарк был. В Ялте, по-моему. Сейчас что-бы. В общем, это Зубково, по-моему, зоопарк был. И мы проходили лебединый пруд. И он прям весь-весь-весь был в таком плачевном состоянии, что прям странно было. И каких-то два несчастных лебедя, уж не помню, белых и черных, плавали там. Может быть, такой сезон был. И знаете, это же как она, ряска. Это водоросли. И водоросли иногда закрывают всю плотность сверху, поверхность пруда. Но впечатление было не очень. Я ненавижу вот эти зоопарки все. Но вот здесь... А, здесь подкармливают. Здесь чай подкармливают. Отсюда столько лежений. Видите, все с хлебом. Все сегодня добрые. Праздник. Аттракцион. Кто провореннее, шестрее? Чайки или гуси? Гуси тоже, смотрю, не уступают. Быстренько успевают. Забрать свой кусок счастья. Удивительное рядом. Ну что, все, спускаемся мы ниже. Я что, вон той локации сердцем, по-моему, не видела. Проходила не до конца. В общем, очень мало здесь этих ресторанчиков. Ресторанчики как-то не предусмотрены. А поэтому огромная очередь те, которые открыты. Ну, как бы это кому надо, кому не надо. Не каждому это все требуется. Можно с собой бутерброды взять. Ну, а мы держим путь сейчас на выход. И, ну, как вы думаете, куда мы поедем? Правильно, правильно. Поедем мы в торговый центр. Сегодня мне написали, что... В честь того, что сегодня праздник великий. Как, как, сам праздник называется? Опять я забыла. В общем, праздник... Ну, Байрам, но он как-то первое слово там еще есть. Если нужно поздравить, то нужно говорить... Нет, не поздравить. Как называется праздник? Ну, ладно. В общем, в связи с этим праздником скидки сказали. Большие скидки в сетевых магазинах. Именно сегодня. Как нуаза или... Ураза. Ураза, господи. Ураза Байрам. Извините, пожалуйста, но у меня очень... Я плохо запоминаю название. Ид Мубарак. Мубарак. Помнишь, был в истории в какой-то стране? Я ее по этому... Ид Мубарак. Ид Мубарак. Ид Мубарак. Поздравляю всех мусульман. Ну, действительно, от души. Ну, просто, ну, тяжело дается чужой язык. Что тут говорить? Я не представляю, как они учат русский. Для меня это очень-очень сложно. В общем, всем, как всегда, желаю добра, удачи, позитива. Держим мой путь в торговый центр Венеция. Посмотрим, что там есть интересного. Есть ли там скидки. Ну, и, соответственно, просто прогуляемся по городу. Прокатимся. Сейчас пройдемся еще вдоль моря по набережной. Здесь такой не очень удачный спуск с камешками. Да, нужно быть очень внимательным. В общем, парк чудесный. Всем советую. Если у кого-то есть возможность посмотреть. Если нет возможности, то вы посмотрите у нас. Но еще хочу сказать. Обратите внимание, пожалуйста, на просмотры. Там, где присутствует шопинг, слово шопинг, там есть просмотры. Там, где присутствует слово парк. Я даже уже в последнее время не пишу парки. Там нет просмотров. А все почему? Потому что многие лукавят, когда говорят, надоело шопинг. Нужны исторические места, какие-то красота, еще что-то. Красоту эту никто никогда не смотрит. А шопинг всегда смотрят все. Загадка. Все. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok